За парты в новом учебном году сядут почти 100 тысяч школьников. Это на 2000 больше, чем в 2017. В областном правительстве обсудили готовность образовательных учреждений региона на проведение капремонта, закупку нового оборудования, а также обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности. Из бюджетов разных уровней выделено более 450 миллионов рублей. Мы в этом году с вами повысили норматив материальный в школах со 186 рублей до 752 рублей. То есть в несколько раз. Сделано это было прежде всего для того, чтобы обеспечить доступность учебников для наших детей. Из-за нехватки школ в регионе каждый десятый ребенок вынужден учиться во вторую смену. Окончательно с этой проблемой власти намерены разобраться к 2025 году. Особенно острая проблема стоит в Иванове, Кинишме, Кохме, Вичуге. Обеспечение односменного режима работы школ потребует строительства новых объектов. Необходимо дополнительно нам с вами создать к 2025 году не менее 9 тысяч мест для школьников. Вот двух в настоящее время строящихся школ в поселке Савино и Родниковском районе позволит сократить число школьников, обучающихся во вторую смену на 0,35%. В регионе наблюдается дефицит не только учреждений общего образования, но и педагогов. Не закрыто более 330 вакансий. Требуется учителя по русскому и английскому языку, а также по математике и физкультуре. Есть проблемы со школьным транспортом. Нужно заменить почти 50 автобусов. В этом году парк автобусов обновлен пока на 5 единиц. На средства областного бюджета приобретен транспорт для Тейковского района, Фурмановского, Шуйского муниципальных районов. Один автобус приобретен администрацией Ивановского района и один автобус подарен объединением Эгер администрации Шуйского района. На создание спортивной инфраструктуры в сельских школах удалось привлечь почти 19 миллионов федеральных рублей. Начальник департамента образования попросил руководителей ряда муниципалитетов проконтролировать график реализации проекта. Видимо, к 1 сентября не успевают отремонтировать спортивные залы и уличные площадки. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.